Майская гора В этом году мы решили немножко это увеличить, расширить сам формат. Мы решили, что надо еще сделать блок такой информационный. Поэтому пригласили интересных людей. У нас будет буквально 10 человек, которые могут что-то про туризм рассказать. Сами такие путешественники, блогеры, интересные люди. И поэтому мы решили это сделать более так в виде фестиваля. В процессе общения информационный блок трансформировался в дискуссионную площадку. Впервые гостями форума стали управленцы РГО. Главная тема – чем туристическому сообществу готово помочь русское географическое общество. У нас сейчас в разработке находится прекраснейший проект, который называется «14 субъектов ПФО, 14 вершин». Мы приглашаем молодежь прежде всего проехаться и совершить восхождение на 14 самых высоких точек нашего Приволжского федерального округа. Сейчас в стадии реализации под эгидой Ульяновского регионального отделения РГО находится экспедиция уникальная по-своему. Она называется «Россия с севера на юг», когда наши туристы, водники, проходят в территории всей нашей необъятной России с севера от Норвегии, от норвежских берегов до юга, до Каспийского моря и Ирана. Представляете, да, это более 4 с лишним тысяч километров водных путей. Ульяновское отделение РГО считается одним из самых активных в России. Малую серебряную медаль председатель областного подразделения два года назад получила из рук президента в перспективе на ближайшее будущее возобновление первенства области по скалолазанию, открытие второго дыхания лыжному туризму и велосипедным маршрутам. По мнению председателя радиационного совета, философия туристической жизни активно распространяется по всей территории Ульяновской области. Вопрос сегодня не в том, что какой-то вид туризма не существует. Существуют все виды туризма. Вопрос в другом, чтобы как можно больше людей участвовало во всех мероприятиях. Ведь мы традиционно говорим о цифре в 1000-1200 человек. Эту цифру надо увеличивать. И добиваться того, чтобы как можно больше была доля молодежи. С молодых ногтей вовлекать в спортивный туризм детей для Натальи Касимовой не то чтобы работа, скорее образ жизни. Выражение «вся жизнь дорога» для нее не пустые слова. В путешествиях с 1992 года своих детей, многодетные родители, у Натальи с супругом два сына и дочка, в походы берут с шести месяцев. Младшему сыну сегодня пять. Объединив усилия, на установку палатки у ребят уходит всего шесть минут. Ульяновскую область исколесили уже вдоль и поперек. В прошлом году побывали в походе первой степени сложности. У нас под спальником обязательно идут коврики. Пенополиуретановые. Вот здесь у меня однослойные, но лучше двухслойные, потому что они лучше защищают. На двухслойных, трехслойных мы ночевали даже и зимой в горах, на леднике в минус 12 и холоднее. Подтвердить профессионализм своих туристических навыков с недавнего времени стало возможно в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Помимо драгоценного значка и индивидуального номера удостоверения, школьники получают дополнительные баллы к ЕГЭ. Норма ГТО представляет из себя прохождение маршрута. Он в зависимости от возраста может быть разной протяженностью 5, 10, 15 километров. И также для некоторых степеней ГТО там предусмотрен прием навыков. То есть такие навыки, как установка палатки, разжигание костра, преодоление препятствий, таких как, например, спуск, подъем, болото и разных препятствий с использованием специального туристского снаряжения. Проверка туристических навыков ГТО включает кросс на дистанцию до 500 метров, преодоление водной преграды или оврага по переброшенному бревну, транспортирование пострадавшего члена команды, разжигание костра в неблагоприятных условиях, установку палатки, завязывание узлов веревки, кросс до 200 метров и подъем по склону высотой до 30 метров. По статистике около 7% людей в мире боятся высоты. Такой подъем вполне подойдет для того, чтобы лучше узнать себя и научиться управлять своей фобией. Тестирование проводит комиссия ГТО и профессиональный арбитр по соревнованию туристов. Женщины и мужчины объединяют в одну смешанную команду. А вообще скалолазные занятия крайне азартные. Завоевание стены дает мощный выброс адреналина. А еще развивает стратегическое мышление. Ведь, сбираясь на стену, приходится продумывать свои действия на несколько шагов вперед. Но, как ни крути, погода стихия непредсказуемая. Из похода в поход испытания на прочность проходят даже те, кто, казалось бы, давно перешел с неожиданностями на «ты». А мы попали в такой переплет, причем в первый день. У нас и дождики, и каньоны. Мы сбились с тропы, мы там пять часов лезли по дебрям, по джунглям. И это такая проверка на вшивость, на прочность, на крепкость духа. Себя можно покорить, свои слабости. Потому что ты не хочешь, а нужно идти. Ты хочешь есть, но там нет столовой. Ты должен все это приготовить, сварить. Ты должен поставить дом, постелить постель. Плохо оделся или плохо постелил, замерз, не выспался, злой. Все зависит только от тебя. Или от слаженных действий всего коллектива. У нас есть что посмотреть. У нас очень красивые места. Очень красивые леса, озера, речки, пруды. И грех этим не пользоваться. Среди путешественников со стажем особый интерес новичков к хвостатому рекордсмену. Рекс – частый гость областных фестивалей. Свою палатку найдет среди сотни незнакомых шатров. Это же наш друг, он всегда рядом с нами. Как же мы его оставим дома, когда куда-то уезжаем. Поэтому он все время с нами путешествует во всех наших походах. И вообще участвует во всех наших начинаниях. Рекс, голос, голос, голос. Молодец, молодец, мальчик. В связи с ограничениями спрос на областные экскурсионные маршруты вырос в десятки раз. Новички в основном пользуются услугами частных экскурсоводов-путешественников. Один из самозанятых организаторов поделился. Количество заказов возросло до рекордных тысячи человек за один месяц. Было бы здорово, если бы, например, люди, которые не знают, куда выехать на выходные, они просто брали бы какую-то там, ну, не знаю, заброшенную деревню, находили бы там новые места. Это было бы вообще замечательно. И мы бы, может, оставили новую какую-нибудь книгу с примечательностью Ульяновской области, о которых вообще мы не знаем даже еще пока. Я думаю, что, может быть, даже кризис коронавируса бы как раз и сыграл нам плюс в этот раз. Но грустную нежность с песней ласкают сухие губы, и самые лучшие книги они в рюкзаках хранят. Вот так под звуки гитары несколько месяцев назад у Владимира и Павла появилась идея запечатлеть красоты родного края в документальной кинокартине. Портреты и пейзажи в их сериале создают сами герои. Исполнители главных ролей познакомились только на съемочной площадке. Перед творческой группой сложная, но крайне интересная задача – зафиксировать на пленке живые эмоции. Каждая серия – отдельный маршрут. Мы снимаем не игровое кино, то есть нет никакой постановки. Мы практически фиксируем то, что происходит. У нас камера такая некая, некий наблюдатель за происходящим. Ну, конечно, мы разговариваем с ребятами, иногда просим их почитать, путеводитель, да, то есть расскажите, что вы видите и так далее. Как-то их ведем, например. Но как бы мы их не обязываем, да, например, говорить только об этом. То есть никаких строгих храмов нет. Пожинать творческие плоды прошедшего фестиваля каждый из нас может вплоть до следующего сентября. О готовящихся походах и уровнях сложности можно узнать на сайте Ульяновского областного отделения РГО и Ульяновского областного туристического клуба. Турция 2020! Яна Федорищева, Александр Кудряшов, Даниил Сурков. Новости Улправда ТВ.